Николай Лейкин. Мать и сын. Читает Геннадий Постригайло. Теплый вечер. Солнце садится. На набережной черной речки на скамейке, прислоненной к перилам, сидит мать, пожилая женщина с апатичным, но добрым лицом, и сын, пестро одетый молодой человек лет двадцати пяти, то, что на языке рыночников называется фертик. Сын заметно выпивши. Господи, тоска-то какая, говорит он, потягиваясь. Ну вот, опять. Как дома, так и тоска. Отчего это? спрашивает мать. От скуки. Не что, от вас может быть веселье. Вы только сопите да вздыхаете. Оболтался ты, вот отчего. Пришпилить бы тебе хвост-то, так тоски бы и не было. Несколько секунд молчания. Сын вертит часовую цепочку, чешет в затылке и, видимо, что-то придумывает. В ведомостях пишут, что нынче люди с тоски-то то и дело, что режутся, довешаются, начинает он снова. Один, купеческий сын, от тоски в Неву с моста бросился. Другой взял в руки ножик, чик себе по горлу, да и шабаш. Третий. Миша, голубчик, не говори ты этого, не терзай ты меня, перебивает мать. Пойди лучше к Петру Захарчу, сыграй с ним шашки. Очень не нужно деревянное масло нюхать. У него вон весь дом лампадками пропах. Ну, пойди в Строганов сад, погуляй с барышнями, смотри, какие хорошенькие ходят. А позвольте вам допрос сделать. Какой нашему брату от этих барышень толк может быть? Не, что, от них чего-нибудь добьешься? А чего ж тебе от них добиваться-то? Свинячьего визгу, собачьего лаю, вот чего, отчеканивает сын. Уж молчали бы лучше, коли ничего путного не понимаете. Я, какой ругатель, так куда ж ты хочешь? Известно, на минеральные хочу. А не, что, туда можно с двумя рублями-то? Два рубля там, тьфу, и больше ничего. На минеральных-то только выпьешь лишнее, растеряешься, да бог весть, когда домой сыщешься. Ведь уж пил сегодня, довольно пил. Вишь, глаза-то еще в глаза тычете. А спрашивается, не, что вы сами сегодня за обедом штучки три не хлопуснули? Так ведь вы женщина, а я мужчина. Да и много ли я выпил? Три-четыре ремки водки да два стакана лимонаду с коньяком. Ну, певца выпил. Так теперь не, что можно не пить? Теперь холера. Был бы отец не в отъезде, так он бы тебе задал холеру. Не беспокойтесь, папенька теперь в Москве и сами в лучшем виде лущат. Видали мы их хмельных-то? У них натур-то наша. Попала в голову рюмка и шабаш. Поддавай на каменку. Так он отец? А я сын. Яблоко недалеко от яблок не падает. Лучше уж молчите, коль бог умом обидел. Сын умолкает и глядит куда-то в сторону. И хорошо утопиться, чудесно, — говорит он через несколько времени, как бы про себя. Взял вот сейчас на речке лодку, выехал на середину Невы и бултых в воду, а там уж по-топорному. А то так снял с сахарной головы веревку и встрогано в сад. Сучков-то не искать стать. А там в ведомостях найдено мертвое тело купеческого звания. — Ты про кого это? — Про кого? — спрашивает мать. — Про всех, у кого на душе тоска да скука, а также у кого родители бесчувственные. Уклончиво отвечает сын и вдруг брякает. — Маменька, дайте мне двадцать пять рублей. — Да откуда у меня такие деньги? — Маменька, опомнись, что ты? Отец-то что скажет? — Ну, коли так, прощайте. И сын встает с места. — Михайло, опомнись, куда это ты? Куда? — тревожится мать. — Встрогано в сад. А нет, возьму лыжи и на середину Невы, — говорит сын, не глядя на мать, и, шатаясь, идет по мосткам к плоту, где отдаются на прокат лодки и лыжи. — Михайло, Миша, Мишенька, вернись, — кричит ему вслед мать. — Пойдем лучше домой, там чайку с коньячком напьешься. — Нет уж зачем же, лопайте сами. С какой стати вам своего единородного сына к пьянству приучать? — Миша, Миша, водочки выпьешь. У меня лососинка маринованная на закуску есть. Но сын молчит и сходит на плод. Мать следует за ним. Он требует лыжи и садится на них. — Плотовщик, не давай ему лыж. Останови его. Не ж ты не видишь, что человек выпивший, — говорит она лодочнику. — Маменька, не забудьте, что насчет безобразия в городовой имеется, — замечает сын. — Вон он, на углу стоит. — Прощайте. На столе в моей комнате найдете письмо с излиянием моих чувств, а я на середину Невы. Лыжи трогаются и плывут по направлению к Неве. По мосткам, следя за ними глазами, бежит мать, и то лаской увещевает сойти сына на берег, кто грозится созвать дворников, но сын неумолим и едет далее. — Господи, да что же это такое? Ведь утопится. Ей-богу, с пьяну утопится. Она со слезами на глазах перевешивается через перила и спрашивает. — Чего ж ты рассердился? Чего хочешь? — Тридцать рублей. — брякает сын и гребет дальше. — Ну, нет у меня таких денег, ей-богу, нет. На вот десяточку, возьми красненькую. Она вынимает из портмоне десятирублевую бумажку и машет ею в воздухе. — Ни копейки меньше. Доеду вон до этого дерева, так цена будет сорок рублей, а у моста так и пятидесяти не возьму. Мать хватается за голову. — Господа, заступитесь, удержите его, пьяный человек и в него утопиться едет. Упрашивает она каких-то двух кучеров, едущих на плот за водой. — Ничего, сударня, небось не утопится, но не вода охладна. Отвечает один из них. — Не доезжай, не высверзится, а здесь курица в брод перейдет. — Добавляет другой и хохочет. — Голубчики, да ведь сын он мне. — Миша, Мишенька, ну где ж мне таких денег взять, коли их нет у меня? — со стоном кричит она. — Не заговаривайте зубы-то. Сам видал, как вам вчера приказчики сто рублей принесли. — доносятся, слышь. — Да ведь это за дачу платить. — Ну, сойди на берег, двадцать рублей дам. — Тридцать рублей и ни копейки меньше. — Пожалей, мать родную. — А что ж мне вас жалеть, коли вы сами себя не жалеете? — Ах ты, господи, — всплескивает руками мать. — Ну, сходи на берег, сходи и пойдем домой. Дам тридцать рублей, дам. — Шалишь, не надуйте. — Идите домой и несите сюда, а я вот здесь у бережка постою. — Ну, вот ей-богу отдам, умереть на этом месте отдам. — Не верю, потому уж сколько раз надували. Пуганная ворона и куста боится. Несите деньги и тогда шабаш. — Ах ты, Фома неверный, ах ты, иезуит поганый, причаливай к берегу, сейчас вынесу. — Восклицает мать и отправляется на дачу за деньгами. Через несколько времени она приносит их на берег. — Ну, выходи и забери. — Стара песня, несите на плот, — отвечает сын. — Ах ты, безобразник, безобразник, — бронится она, однако сходит на плот и отдает сыну деньги. Тот, не сходя с лыж пересчитывает, кладет в карман и говорит. — Ведь вот есть же деньги-то. — Ах вы, алчная! Говорит, что любите сына, а из-за тридцати рублей чуть жизни его не лишили. Через пять минут он отводит лыжи на то место, где взял их, и подымается на берег, где его ожидает мать. — Срамник, непотребник, — встречает она его. — Пойдем домой чай пить. Измучил ты меня всю. Сын подбоченивается, надевает шляпу на бекрень и вообще принимает ухарский вид. — Так сейчас я и пошел домой с тридцатью рублями в кармане. — Нет уж дудки. С этими деньгами я почищу вас, компанию найду, — отвечает он, вскакивает настоящего мостков-извозчика и кричит. — Дуй белку в хвост и в грибу, на минеральные, поли, целковый. Настеганная лошадь трогается и увозит Мишу на минеральные, а обманутая мать вздыхает, горько смотрит ему вслед и с болью в сердце слышит возгласа сына вроде «Поли, дери, накаливай» и тому подобное. Арест и Людмила Краткий роман из дачной жизни Глава первая из дневника штабс-офицерской дочери Людмилы Трубищевой Вот и еще месяц прошел, а я по-прежнему в девицах. Говорят, что весною мужчина нежнее и влюбчивее, но тридцатую весну живу, а что-то этого не замечаю. Нынче последний год маменька наняла дачу. Уж ежели, говорит, ты и нынешним летом не сумеешь себе подцепить мужа, то переедем куда-нибудь на Пески или на Петербургскую сторону и будем там жить безвыездно. По крайности, там хоть какой-нибудь чиновник наклюнется, который возьмет тебя из-за пары платья да из-за шинели с енотовым воротником. Я много плакала. Как хотите, за чиновника да еще в придачу к енотовому воротнику выходить не хочется. Ах, если бы мы были богаты! А то на маменькину пенсию немного разгуляешься. А ведь выходят же замуж и бедные за богатых. И не лучше меня да выходят. Чем я хуже других? Сердце у меня нежное, шиньон всегда роскошный, талия в корсете стройна, а в лице даже и в сильный жар матовая бледность. Кроме того, я остолбовая дворянка и настолько древнего рода, что одного нашего предка еще при Иоанне Грозном били бы тогами нещадно и отрезали нос и уши. Вот уже более недели, как мы живем на даче на Черной речке, а я еще ни разу не разговаривала ни с одним мужчиной, который хоть сколько-нибудь походил на жениха. Каждый день хожу строго на всад с книжкой и, сидя на скамейке, читаю в уединении. Но мимо проходят или гимназисты с собаками, или семейные мужчины с женами. Ну, замечательно, что ни офицеров, ни молодых людей совсем не видно. А все трактирная жизнь и нигилизм виноваты. Никого не тянет к семейному чугу. Все норовят больше или на минеральные воды, или в Демидов сад. Нужно было бы по вечерам ходить в благородное собрание, там холостых очень много. Но у маменьки пенсионная книжка в залоге, и деньги все прожиты. Дома всего 4 рубля, а дворник ходит к нам по два раза в день и просит денег за дачу. Сегодня сидела в строгановом саду, слышала щебетание птичек, мечтала и вдруг вспомнила о нем, о моем любимом Владимире. Это был молодой уландский корнет с удивительно любящим сердцем. Он был влюблен в меня до безумия и хотел просить у маменьки моей руки. В случае отказа хотел застрелиться. Но злые языки начали говорить, что он выдал фальшивые векселя и принужден был бежать. Но я не верю в это. Нежные сердца на это не способны. Мечтая о нем, и сама не знаю как, нацарапала на скамейке булавкой следующее. Нежный друг, где ты? Явись. Тебя ждет по-прежнему любящая тебя Людмила. Глава вторая Из дневника отставного юнкера Ореста Подтяжкина Вот уже месяц, как живу на даче в новой деревне. Нанимаю за пятнадцать рублей в лето коморку у парикмахера. Слава богу, что теперь начались теплые дни, а то в начале весны, особенно по ночам, было так холодно, что зуб на зуб попасть не мог. Укрылся бы, да и укрыться нечем. Халат и теплое одеяло в залоге за три рубля, а деньги пошли на задаток за дачу. В кармане всего полтинник, и в перспективе нуль. Вся надежда на приобретение места или на выгодную женитьбу. Ежели бы какая-нибудь сваха взялась меня женить на десяти тысячах, то, ей-богу, три тысячи из них я ей бы отвалил. Когда у меня деньги, я щедр. Целый день бегаю по новой деревне и по черной речке и ищу знакомств, но дачники как-то туго знакомятся. А приятно иметь знакомства. Во-первых, можно всегда пообедать, а во-вторых, дочки и племянницы. Ежели с хорошим приданным, то можно и увести, и обвенчаться, а потом старикам в ноги, и делу конец. Ведь девушки глупы. На днях познакомился с одной многосемейной дамой. Сегодня гулял с ней по черной речке, переносил ее ребятишек через лужи, делал им свистульки из травы, пел петухом и все думал, что пригласит обедать. Но не тут-то было. Рассказала, что у ней сегодня ботвинья и жареный поросенок с кашей. На том и распрощались. Да еще и спрашивает, а где вы обыкновенно обедаете, месье? У Даротто, говорю. А в душе послал ее ко всем чертям. Делать нечего. Купил в лавочке полфунта колбасы и булку и отправился обедать в темную аллею строганого сада. Лишь только съел свою порцию, как вдруг на скамейке заметил нацарапанной булавкой чье-то душевное излияние. Какая-то Людмила взывает к другу и просит его явиться. Вынул карандаш и написал. Я был здесь и мечтал о тебе, неземная Людмила. Арест. Почем знать. Может быть, завяжется роман, а с ним вместе придет и мое счастье. Влюбиться в меня не мудрено. Я молод, не дурен с собой и только месяц назад ухитрился сшить в долг новую пару платья. Глава третья. Из дневника штабс-офицерской дочери Людмилы Трубищевой. Нет. На свете среди черствых натур есть и незагрубелые. Вчера на мой вопль к нежному другу, который я нацарапал на скамейке, откликнулся какой-то арест. Я верю в предопределение и в симпатию душ. Почем знать. Может быть, провидение назначило его быть спутником моей жизни и слиться со мной в одно целое. Вот что я написала под его подписью. Кто бы ты ни был мечтатель, но я сочувствую тебе как в радости, так и в горе. Всю ночь видела его во сне. Он представляется мне брюнетом. Ох, как жгучи были его поцелуи. С замиранием сердца приблизилась я сегодня опять к заветной скамейке и, о радость, на ней новая надпись. Людмила, назначь аресту, когда он может видеться с тобой и наслаждаться природой. Под этими строками какой-то мерзавец написал скверные слова, но я их стерла. Продолжать переписку или бросить? Ведь сердцем играть опасно. Почти всю ночь просидела я у открытого окна и думала, назначить ему свидание или нет. Воображение рисовало его мне то вихрем, мчащимся на коне, то медленно плывущим в гондоле. Но вдруг кто-то неприлично выругался, и я принуждена была закрыть окно. Решено. Маменька отправилась в город закладывать четыре чайные ложки, а я бросилась строганно в сад и написала на скамейке завтра в десять часов вечера. Ну, нет, я не доживу до завтра. Глава четвертая Из дневника отставного юнкера ареста Подтяжкина Роман завязывается. Завтра мне назначено свидание. Бьюсь об заклад, что это какая-нибудь блажная вдова, а вдовы всегда любят хорошо поесть. Сегодня заложил кое-какое белье и купил себе перчатки. Неловко же идти на свидание без перчаток. У моих квартирных хозяев к обеду был жареный гусь. Денег не гроша. Целый день шлялся по улицам, и хотя встретил до десятка знакомых, но ни одна шельма не пригласила обедать. Только и успел выпить чашку кофе, но без хлеба. Возвращаясь домой голодный, увидел, что хозяйская кухарка и ученики едят щи. Тут мне мелькнула счастливая мысль. «Бегите, — говорю, — на поле. Воздушный шар опускается». Они побежали, а я съел щи и с остатками опрокинул чашку. Пусть думают на кошку. «Был на свидании. Нет, это не вдова, а девица и девица крепко поношенная. Ну да все равно. Господи! Кабы за ней было хоть пять тысяч приданого, я и тем бы был доволен». Вот как было дело. Подхожу к скамейке и вижу, сидит с книжкой в руках девица, а сама все по сторонам смотрит. Я раскланился. «Позвольте, — говорю, — узнать, вы, Людмила. Да, — говорит, — а я арест. Честь имею явиться». Она потупилась. «Не сочтите, — говорит, — мою переписку за серьезную. Это просто детская шалость». Я, разумеется, сел с ней рядом и заговорил о любви. Потом проводил ее до дому и, прощаясь, выпросил у нее на память нашего первого свидания носовой платок. Порешили сходиться каждый день. Платок батистовый, вышитый. Его тотчас же заложил в табачной лавке зацелковый и ужинал в трактире солянкой. Глава пятая Из дневника штаб с офицерской дочери Людмилы Трубищевой Виделась с ним. Сердце меня не обмануло. Он брюнет. Ах, как мне было стыдно моей навязчивости, но он оказался прекрасным человеком, верящим в симпатию душ. Из слов его я узнала, что он богатый помещик, долго странствовал за границей и приехал в Россию искать права на затерянное графское достоинство. Сегодня мамаша рассердилась и сказала, нет, уж видно, пора тебе на живодерню. А я ей в ответ, погодите, к осени будем ездить в каретах и блистать в обществе. И при этом рассказала, что познакомилась с богачом, который за мной ухаживает. Сейчас начала ему вязать в подарок бисерный кошелек. Все неприятности. Сегодня был дачный хозяин и требовал денег за дачу. Ежели, говорит, к воскресенью не отдадите, то съезжайте вон, пусть лучше пустая стоит. Господи, да что же это такое? Только началось дело и вдруг съезжать. Ах, кабы он скорее сделал мне предложение и подарил браслет, тогда можно было бы его заложить и извернуться на счет дачи. Глава четвертая Из дневника отставного юнкера ареста Подтяжкина Вот уже с неделю хоровожу с ней Познакомился даже и с ее матерью, а до сих пор не видал еще от них и стакана чаю. Должно быть, они очень богаты. Мать всюду носит с собой на руке ридикюль и жалуется на непрочность замков на даче. Непременно в этом ридикюле банковские билеты. Был у них дома, живут неважно, но ведь на даче редко кто живет с комфортом. Старуха должно быть очень жадна, потому что то и дело толкует о драговизне и о том, что нынче очень трудно верить людям. Угощали кофе, но без булок. Когда они обедают? Вот вопрос. Людмила говорит, что в три часа. На сегодня я сидел у них с одиннадцати часов до шести вечера, а у них на стол и не накрывали. Денег у меня ни копейки. Единственное лицо, которое мне верит на даче, это пряничник, потому что вот уже четвертый день питаюсь медовыми ковришками. Глава седьмая. Из дневника штабс-офицерской дочери Людмилы Турищевой. Из дневника штабс-офицерской дочери Людмилы Турищевой. Я так привыкла к аресту, как будто десять лет была с ним знакома. Лишь только поутру просыпаюсь, как уже первая мысль о нем. Удивляюсь, чего он медлит предложением. Я, кажется, то и дело делаю ему намеки о своей любви. О, счастливый! О, торжественный миг! Сегодня он признался в любви и просил моей руки. Я тотчас повела его к маменьке, и она нас благословила. Свадьбу торопят как можно скорее, так как на другой же день хочет везти нас в Италию. Это и лучше, так как мы его можем уверить, что преданное сделаем за границей. Впрочем, при его благородстве души я не думаю, чтобы он рассчитывал на деньги. К тому же он сам богат. Завтра мы пригласим его к себе обедать, а потому маменька ездила сегодня в город закладывать свою шарь и шелковое платье. Как-то мы его гостим. Впрочем, он, кажется, не из гурманов, так как сегодня выпил у нас три стакана кофе с булками и, не желая расстаться со мной, не ходил даже обедать. Целый вечер говорил мне о любви и, уходя в глухую полночь, взял у меня на два дня мой золотой браслет. Я догадываюсь, зачем. Он взял его на мерку, чтобы заказать мне бриллиантовый. Глава восьмая. Из дневника отставного юнкера Ареста Подтяжкина Ура! Довольно голодать! Через неделю я женюсь на богачихе. Сегодня обедал у них, едят прелестно. Обед домашний, но из пяти блюд. К обеду был лафит, херес и даже шампанское. Одно скучно, что она все сентиментальничает. Просила после обеда написать ей в альбом стихи, но я отказался, так как кроме гусарских стихов ничего не знаю. Влюблена в меня до безумия. Теперь нужно наговорить старухе черта в ступе насчет неприсылки мне управляющим дохода с имения и занять у ней денег. Скорее, скорее венчаться, а там пусть узнают, что я за птица. Лишь бы кормили. Неприятная история. На Черной речке живет портной Шульц, а я этому портному должен сто рублей. Он уже имеет исполнительный лист на мое личное задержание. Вчера гулял с Людмилой по саду и вдруг увидал его идущего мне навстречу. К счастью, успел его вовремя заметить и шмыгнул в кусты, а Людмиле сказал, что у меня внезапно пошла кровь из носа. Сегодня опять обедал у них и на деньги, вырученные от продажи Людмиле на браслеты, купил им корзину земляники. Глава девятая Из дневника штаб с офицерской дочери Людмилы Турищевой «Все пропало, и я проклинаю свою легковерность. Он оказался хитрым обманщиком и вместо богатого помещика праздно шатающимся. Все его рассказы о богатстве были ложью. Прощай, мой батистовый платок, прощай, мой браслет. А сегодня мы по обыкновению гуляли с ним в строганомом саду. Он подвел меня и маменьку к лотку разносчика и стал нам покупать апельсины. Как вдруг сзади нас послышался голос нашего соседа по даче, Шульца. «О, господин Подтяжкин, говорит он, наконец-то я вас нашел. Чем лакомиться апельсинами, лучше бы уплатили мне долгу сто рублей. Нет, я вас не отпущу, кормовые деньги уже внесены. Едемте в долговое». Услыша это, арест со всех ног бросился бежать и скрылся из виду, а мы с маменькой остались как оплеванные. Маменька просто бесится, как увидит меня, так и закричит. «На живодерню тебя, на живодерню». Глава десятая Из дневника отставного юнкера ареста Подтяжкина Ах, как близко было мое счастье, и вдруг все пошло прахом. Проклятый немец, дернул же его подвернуться. По его милости вот уже три дня, как я опять голодаю. Даже пряничник не верит в долг. Сегодня до восьми часов вечера, крошки во рту не было, но я украл из парикмахерской бритву, продал ее ходячему точильщику за дву гривен, и на эти деньги съел четыре булки с молоком. Ежели и завтра буду голодать, то пойду сам к портному. Пусть сажают в долговое отделение. По крайней мере, сыт буду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok